Доброе утро! Наконец нападало достаточное количество снега и мы можем смело отправляться кататься на горку. Давайте я вам расскажу, как сделать так, чтобы это развлечение обошлось без травм и доставило максимум удовольствия. Для начала нужно найти подходящее место для катания. Подходящее это более-менее безопасное. Горка не должна быть слишком популярной, в толчее легко травмироваться и должна находиться подальше от дорог и деревьев. Например, вот эта ледяная трасса явно не подойдет. Здесь можно столкнуться с березой. К нам часто поступают больные, которые катаются с горок на ватрушках, на лыжах. Ну, травма у них, как правило, это ушибы, растяжение, переломы. Часто люди травмируются, когда мало снега, когда склоны обледенелые. Вот эта горка на вид безопасна, но проинспектировать ее все же стоит. Что мы ищем? Во-первых, проталины. На них можно наткнуться и покатиться к уборям. Во-вторых, это торчащие камни или куски железа. Вот, например, здесь торчит арматура. Значит, нужно кататься подальше от этого места. А теперь выбираем, на чем кататься. Среди множества средств, которые продают в магазине, самым безопасным считается вот такая пластиковая ледянка, крушевидной формы с ручкой. Она подходит даже маленьким детям. Считается, что на ней очень удобно рулить и тормозить. Поехали! Круглые ледянки, а также ватрушки развивают большую скорость, но считаются самыми небезопасными, потому что они часто закручиваются и становятся неуправляемыми. Зато подходят для детей постарше. Для семейного катания идеальны вот такие продолговатые ледянки. Они длинные, поэтому рассчитаны на то, что здесь поместится и мама, и малыш. Такие ледянки очень быстрые, но вот только не рассчитаны на различные траплины, потому что резкий подскок чреват травмами копчика и позвоночника. Обычным санкам специалисты советуют предпочесть снегокат. Главное его преимущество – он управляем. Вдобавок рядом с малышом помещается взрослый, а кататься с родителями более безопасно. С выбором средств для катания определились, теперь осваиваем правила. Нельзя катиться вниз спиной, тем более головой, потому что рискуете. С горки лучше не съезжать, пока не отошел предыдущий спускающийся. Кстати, внизу тоже долго не надо задерживаться, а сразу отползать. И именно отползать, чтобы вас не сбили с ног. На этом все. Удачных вам и радостных катаний! Вдобавок! 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 Вдобавок!